Всем привет! Сегодня немного о неприятном, но очень полезном для многих посмотревших это видео опыте по сборке КПП Иши Питер 5, да и в принципе, я думаю, многих других мотоциклов в открытом состоянии проверяем коробку передач, все переключается только стягиваем на несколько болтов, тут же перестает переключаться соответственно, первые мысли, убираем шайбы, которые у нас стоят там, значит, в некоторых местах убираем какие-то шайбы и типа все будет хорошо соответственно, шайбы я убирал, ставил, пробовал так, сяк, как я только не пробовал собирать на одной передаче, на другой передаче, по-всякому короче, провозился я с этим прошлое лето, не смог разобраться и вот этим летом взялся, значит, уже посерьезнее, так сказать и выяснил, с чем вообще было дело мне, как новичку по сборке, разборке и переборке коробки передач это было неизвестно но, как оказалось а, ну, начну с того, что почему я так думал, мне казалось, что, наверное когда я скручиваю мотор, соответственно у нас что-то где-то слишком зажимает соответственно, я поэтому и убирал шайбы и проверял, но ничего не менялось соответственно не знал я лишь того, что шайбы, оказывается, у нас еще и ставятся под стопорное кольцо как здесь, так и здесь то есть, под обоим подшипники у нас здесь, под стопорными кольцами есть шайбы которые у нас стоят здесь обычно с завода то есть такая, так сказать, регулировка а там уже внутри коробки передач у нас вторичная регулировка то есть ну более точная, грубо говоря соответственно я при первой там разборке я чистил поверхности чистил их наждачкой чистил ну, по-разному, в общем, чистил грубо говоря сотка наверное, не сотка наверное, десятка улетела может быть, даже с каждой половинки соответственно зазоры пропали и из-за этого вот этот вал вторичный он у нас просто зажимался когда я затягивал болты вторичный вал зажимался после чего я мог включить только первую и вторую передачу дальше передачи у нас не переключались то есть и на днях вот я разобрался просто отжимаем вот это стопорное кольцо вот это и оттуда достаем шайбочку то есть и проверяем чтобы у нас был люфт на всех валах то есть какой-то минимальный люфт у нас обязан быть если у нас люфта не будет то это будет только плохо сказываться на работе коробки передач то есть люфт не должен быть слишком большой то есть грубо говоря ну ни миллиметр ни два люфт должен быть ну в пределах 3-4 десятки вот так грубо говоря то есть это у нас в идеале ну и так же вот этот вал тоже в идеале не должно зажимать то есть там в принципе шайбочки у меня как стояли так и стоят и в целом все хорошо теперь работает в общем вот такая вот проблема просто смотрите шайбы под подшипниками и в принципе будет вам счастье на этом все и всем пока